Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Кто-то прочитает название видео, что пора испытывать агрощит и очень удивиться, скажет Анатолий, с ума сошла. Сезон заканчивается, она только решила агрощит испытывать. Но я сейчас расскажу почему, потому что весной у нас не было мороза, а агрощит мы же покупаем, чтобы предохранить растения от заморозка. Вот сейчас я собираю последний урожай перцев, баклажанов, потом закрою и буду наблюдать за растениями, как они будут себя здесь вести. Потому что у нас уже наступают заморозки ночные, и мне все-таки хочется полное мнение составить об этом устройстве. Изначально скажу, что я очень довольна, как выросли у меня здесь томаты, баклажаны, сейчас покажу какой урожай. Ясно, что я снимаю не один раз в сезон, но смотрите, как здесь понравилось перцу рамира. Он весь увешан, он мало того, что вызрел, и тут я не привязывала их, потому что высадила поздно. Оказалось, что рамира и без привязки, он вот так немножко. Очень хорошо выросли баклажаны, лучше, чем в теплицах больших, потому что там им очень жарко. Сейчас я эту камеру в руки возьму и покажу вам подробно, расскажу об особенностях выращивания в этом году перцев и баклажанов вот в этом агро-щите. Когда весной я заказывала этот вот стальной агро-щит, вот этот парник, я, конечно, намеревалась использовать его для предохранения, для сохранения растений от весенних заморозков. Вы все знаете, что вот кто живет в сибирском регионе, что у нас заморозки могут быть и весь май, и еще в июне могут вернуться. И я строила такие планы, что я сделаю раннюю высадку перца, баклажанов, прикрою вот этим агро-щитом и буду их выращивать. Но так как у нас тут вмешалась коронавирус, коронавирус, пандемия, я выписала и не было очень-очень-очень долго доставки, пока он приехал, этот агро-щит. Уже, короче, было совсем тепло, но все-таки я высадила поздновато, и никаких возвратных заморозков не было. У меня не было никакой возможности проверить, предохраняет он растение от мороза или не предохраняет, и никаких выводов я сделать не могла. Именно поэтому я перенесла вот это испытание агро-щита на глубокую осень. Все, мы собрали его, все он так же, как чудо-теплица, простоял все лето, никто его ветер не сдвинул, ничего. Единственное, что кошки пытаются попортить, и вот то и от, их привлекает вот этот белый цвет, вот подходят и вот так прям скребут когтями, вон затяжки, вон немножко. Ну, от кошек предохраниться я никак не могу. Сейчас, вот собрав последний раз урожай, я сейчас вот соберу рамира, вот это я специально оставлю, те, которые не созрели, я оставлю. И хочу сказать, что я уже говорила, что урожай здесь получился почему-то лучше, чем в тех закрытых теплицах, которые поликарбонатовые. Скорее всего, из-за того, что лето у нас было очень-очень жаркое, там было, конечно, сильно душно. А здесь, она с одной стороны была закрыта, с другой стороны вот этот полок я вообще не закрывала, был открытый, и можно сказать, что они были как на свежем воздухе. Мне очень понравилось, что образовались огромные, вот такие огромные перчины, и больше всего поразил рамира. Здесь у меня наросло столько рамира, вот я собрала сейчас последние баклажаны, наросли такие классные баклажаны, хотя здесь у меня было всего 16 луночек овощей. Вот сейчас залезем, я еще рамира, которую не обобрала, смотрите, какое обилие вот этих стручков, вы видите, что он весь-весь-весь увешан. Вот как раз сейчас я соберу семена этого перца рамиру, еще раз покажу зрителям, тем, кто желает научиться сам собирать семена, потому что рамира в магазине купить сложно, мне тоже прислали, зрители подарили семена, и я семена вот этого рамиру оставлю себе 20 штук, а остальное все-все подарю тоже своим заказчикам. Вот кто у меня заказывает семена, будет бесплатно вложена вот эта рамира, ну там кому что попадет, лук суворова, памяти детей, беслана, томаты, все это будет в подарках, и я очень рада, что рамира выросла очень много таких перчин классных, значит будет много семян и большое количество зрителей, своих заказчиков, я порадую вот этими бесплатными семенами перца, очень необычного, редкого, но хорошего. Вообще вот мои такие наблюдения общие для этих, как устройств или сооружений, что вот этот агрощит, что, сейчас подойдем, что вот это чудо-теплица, смотрите, здесь товаты еще хотят дальше жить, они тянутся к голубому небу, они не знают, что уже все, их дни сочтены, что мороз ночной, и вот их от ночных вот этих заморозков может предохранить только вот эта ткань, я специально оставила везде, если на улице я выдергиваю, здесь будут до самого конца, вот в этой чудо-теплице, в агрощите, и я вам потом буду рассказывать, насколько долго они здесь прожили. И вот если я как начала про общие замечания и про чудо-теплицу, про агрощит, здесь листья дольше остаются здоровыми и чистыми, без всяких повреждений, я уже говорила про чудо-тепличку, что здесь нет паутинного клеща, хотя у меня на улице везде паутинный клещ, и вот здесь тоже до сих пор еще листья хорошие, зеленые, у баклажанов и у перцев. Я, конечно, понимаю, что вот такое мое нынче выращивание перца и баклажана вот в этом вагрощите без наличия весенних заморозков, оно неполноценное испытание, и даже если я сейчас осенью, ну, посмотрю, как себя здесь ведут, не замерзают ли листья, при каких показаниях температуры, это будут, конечно, какие-то как, ну, однобокие выводы, но все-таки, ну, Надя, ну, что ты, зачем подралась с собакой? Сегодня Надя так побила Мэри нашу, за то, что та седгератом у нее хранится. И вот, ну, все-таки я стараюсь, вот что от меня возможное, по полной испытать это устройство. Вот летом высадила, прожили они лето, лето прожили, урожай дали хороший, дай бог, каждый год бы так давали, когда еще осенью полно баклажан, полно перцев, есть возможность даже вот во второй середине сентября подходить сюда и срывать. Я вам, конечно, до самого конца даю слово, что до самого мороза и до замерзания этих растений я не буду эту грядку не убирать, ничего, просто чисто экспериментально для эксперимента. Я еще раз повторю, нынешний год, это, конечно, не показатель. По одному году я не могу сказать, что вот и весной хорошо, и осенью хорошо, будем дальше испытывать. Но этот год, я не знаю, мне уже даже стыдно это говорить, что в этом году у нас вообще все хорошо, у нас не было морозов. У нас была жара, у нас никаких незаболеваний грибковых, у нас было сухо, у нас все поспело, выросло очень много. До сих пор еще с открытого грунта собираем урожай томатов. Вы представьте, все еще таскаем, таскаем и таскаем. И снова каждый день извиняюсь перед заказчиками, которым я еще до сих пор не всем выслала номера, потому что уборка урожая отрывает много времени. Вы видите, всего еще полно. Ну, короче, мое мнение о первом сезоне выращивания в агросчете, конечно, это 5. 5 с плюсом. Единственное, что я, опять же, на будущий год буду с вами разговаривать, выбрала немного неудачное место, но, может быть, для этого года неудачное. Я же обычно знаю, что у нас весной мороз, мы каждый лучший солнце ловим. Выбрала на горе, на самом солнцепеке, и тут бах, аномальная жара на 5 месяцев. Жарко, жарко и жарко. Тут и так гора солнцепека, еще им жарко. Еще сюда в воду капельный полив ладом тут не работает, потому что тут надо бочку наливать крошечную и на всю гору. Ну, короче, было много тут у меня неувязок, но, несмотря на все, урожай здесь получился хороший. Вот мы сейчас, Катя уже говорит, что, ой, жарить сейчас будем перец. Свежий перец, когда он только с куста, когда он сочный, блестящий, семена выпотрошим, а перец изжарим и весь съедим. Ну, не весь, конечно, а только самый-самый сочный. И покажу я вам сегодня или завтра, как я делаю семена из перца. Свои семена из перца делать намного легче, чем из томатов, потому что мы, тут у нас нет процедуры ферментации, при которой у томатов частенько, у некоторых прорастают семена. Тут мы выпотрошиваем сухими, никаких ни грязи, ни забот, ни хлопот, просто их выдернуть. И тут самое главное, чтобы перец был достаточно спелым, потому что иногда в носовой части у перца бывают семена недостаточно сформированные, пустотелые. И вот перец-то я рекомендую все-таки делать эту, как она называется-то, сортировку через воду. Когда воды наливаешь, пустые всплывают, полные тонут и рассортировываем. Но это все потом в отдельном видео. Все, до свидания, желаю всем успеха. Вот кто хотел, спрашивал у меня все лето, как там агросчит, что в агросчите, вот только осенью добралась я до агросчита, потому что летом смысла не было что-то показывать. Как в огороде во всем росло, так и здесь росло точно так же. Самое интересное, сейчас начнется вот именно осенью, когда ночи холодные. А ночи у нас, поверьте, холодные. Я сейчас вам покажу смс-рассылку от МЧС. У нас уже был искрящийся, как сказать, ну как бы ини-ни-ни-ни, но сейчас я расскажу вам. Вот, я не делала последнего сбора, пока не начали приходить от МЧС вот эти смски. Ой, сейчас потухнет у меня телефон-то. Ну все. Что 12-13 сентября местами при прояснении ожидаются заморозки до минус двух. Вот он смс. Значит, в сентябре у нас вот 11-12 сентября у меня муж выглядывал, он говорит, утром выглянул, и вот поверхность дороги такая как бы белая. Она не то, что, конечно, ни снега, ни иний, но видно, что я встала вот, например, когда вчера или сегодня, в 7 часов был 1 градус. Это значит, что на рассвете в 4 или в 5 вполне возможно было, может быть, и 0, и было, может быть, минус 2. И поэтому вот с сегодняшнего дня, именно поэтому я обобрала все вот эти спелые плоды, унесу, и дальше у нас будет экспериментальная жизнь растений вот в этом агро-щите. Кто выживет, кто не выживет. Будем борьба за выживание. Ну все, абсолютно все спелые плоды я собрала. У меня остались только зеленые плоды. И вот над ними будем делать испытания. Кстати, я вот сейчас собираю перцы, баклажаны. Катя собирает томаты, и она мне кричит с того конца огорода, что некоторые томаты, находит она, обмороженные, подмороженные. Это значит, что все-таки заморозок у нас был. Но я слышала, что вот в таких томатах, которые прошли кратковременную вот такую низкую температуру, короче, испытания низкой температуры, у них самые стойкие семена, именно районированные сибирские. Жаль, что мы все томаты до заморозков уже собрали. А то бы были самые стойкие экземпляры. Ну все, теперь точно до свидания. Я пошла домой.